Слова Затулина, если начнутся военные операции в Нагорном Карабахе, то это приведет к краху Азербайджана, являются абсурдным продуктом политического авантюризма. Известно, что заявления Затулина не оказывают никакого влияния на общественную оценку в Азербайджане. Он и сам это прекрасно знает. Вдобавок эти заявления противоречат государственной политике России. Основной момент в том, что Затулин всегда появляется в напряженные политические моменты. Константин Затулин всегда был, мягко говоря, неадекватен в своих оценках в отношении Азербайджана. Это у него идет из бедной студенческой юности, когда он одалживал деньги у своих однокурсников-азербайджанцев до очередной стипендии и всегда забывал их возвращать. А те ему эти долги прощали. Об этом сказал российский политолог и историк Олег Кузнецов, комментируя предвзятое и агрессивное высказывание зампреда Комитета Госдумы Российской Федерации по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константина Затулина в адрес Азербайджана. С тех пор в нем присутствует своего рода комплекс неполноценности перед азербайджанцами, и он своим откровенно проармянским поведением его компенсирует. Сегодня мало кто знает, что его однокурсником по историческому факультету МГУ имени Ломоносова был Олег Асанов, советник президента Азербайджана, доктор наук и прочее. Но про бедную студенческую юность Затулина я знаю не от него, а от нескольких других их однокурсников, ныне живущих в Москве и сделавших хорошую научную карьеру, до уровня которых Затулин так и не дорос. В настоящее время политическая карьера Константина Затулина всецело зависит от армянского лобби в России. Он является депутатом Государственной Думы Российской Федерации от Сочи, где все местные армяне дружно голосовали за него, выполняя указания, то ли из Еревана, то ли из Союза Армян России. Кто был заказчиком его депутатства, именно по этому округу, мне неизвестно, да это и не так важно, пусть в этой помойке разбирается ФСБ России или ЦИК, просто факт говорит сам за себя. После чего нет смысла удивляться тому, что неадекватность Константина Затулина по любому вопросу в отношении Азербайджана, просто зашкаливает выше всякой нормы, заметил Кузнецов. После всего того, что я вам сказал об этом человеке, думаю не следует далее продолжать говорить, как я к нему отношусь, и как к политику, и как к человеку. Отношение к личности автоматически переносится на все его высказывания. Поэтому могу сказать совершенно определенно, что любое заявление Затулина по Кавказу, бред за пределами здравого смысла российского политического мейнстрима. В этом смысле, мое умиление вызывает его пассаж о том, что нашими противниками становятся руководители и политические круги Азербайджана, которые слишком много говорят о возможности войны. Спрашивается, врагами кого в контексте данного заявления Затулина? Кто такие мы, в его интерпретации? И если мы, это он сам, Константин Затулин, и руководящая им армянское лобби в России, то тогда он прав. Но если мы, это граждане России, не купленные депутатскими креслами, то он не прав. Так как для нас, граждан России, кто не связан с армянским лобби, Азербайджан – хороший и добрый сосед, надежный экономический партнер, и к тому же, источник вкусной ранней картошки и вкусных помидоров на обеденном столе, а не враг, и руководство его, нам тоже не враг, как бы того не хотел господин Затулин. Азербайджанские помидоры нам в России ближе, понятнее и вкуснее, чем громкие речи этого человека, заключил Олег Кузнецов. Как сказал, известный российский эксперт и телеведущий Евгений Михайлов о заявлениях Затулина, пыль неба не коптит, или собака лает, караван идет. Таких заместителей в Госдуме России, хоть пруд пруди, они не играют никакой значимой роли в российской политике и их мнение, это сугубо мнение человека, играющего свою роль в неких играх. Не нужно вообще реагировать на такие вещи. Не замечаешь человека, и он сходит с повестки дня. Никто не сможет помешать дружбе России и Азербайджана, ни одно лобби. Времена меняются и те, кто не успел сориентироваться, уходит в прах истории, сказал Михайлов.